Итак, в начале XIX века евреи Гамбурга перестали есть мацу и перешли на гамбургеры, да? Да, и они первые свою синагогу переименовали в Тампль. Тампль – это что? Храм, да? Там пели гимны, соблюдали приятный и достойный порядок молитвы, без крика, шума и лишних разговоров. И все устаревшие обряды, в которых нет больше смысла, убрали из Дома Господа. Второе – вместо прежних проповедников, не затрагивающих души слушателей и не блиставших знания Тора и Талмуда, поставили новых проповедников, сведущих в учении, чьи речи производят впечатление и могут наставить народ на путь истины. Но наряду с похвалой скажем и слово осуждения. Они посеркнули на порядок нашей святой молитвы, переданной мужами Великого Собора. И еще они дерзнули исключить несколько молитв и мольбу об избавлении, словно они ни в избавлении, ни в жертвоприношении не нуждаются и считают, что вечно мы будем находиться среди других народов. И мы и дети наши во веки веков. Итак, мы видим, что были еще люди, которые с одной стороны говорили, что это хорошо, но с другой стороны говорили, что это уже занадто. Поэтому эти люди основали какое течение? Консервативный иудаизм, да? Реформированный иудаизм, потом еще прогрессивный иудаизм пошли дальше по прогрессу, равенными женщинами стали, сейчас существует еще либеральный иудаизм с синагогами для гомосексуалистов и прочими делами, то есть это вы сами понимаете, да? Что-то было хорошее, но что-то было что? Занадто. Поэтому некоторым нравилось это, некоторым не нравилось. Один из первых идеологов реформизма, Израиль Якобсон, в 1808 году организовал в городе Касселе, в Вестфале, еврейскую школу, где на виду с еврейскими преподавались светские науки, а также молитвенный дом с отправлением службы не на еврейском языке, а на немецком. Затем его последователь, Клей, в 1818 году организовал реформистскую синагогу в Гамбурге, названной, мы уже говорили, Тамбль, да? Главным идеологом стал Авраам Гейгер, выдающийся ученый и глава еврейской общины Бреслау. Концентрированная доктрина реформизма нашла свое выражение в декларации участников съезда, его сторонников, которая была в Франкурт-на-Майне в 1842 году. Первое заявление. Мы признаем за религией Моисея возможность бесконечного развития. Второе. Талмуд не имеет для нас никакого авторитета, ни с догматической, ни с практической точки зрения. Третье. Мессии, который бы вернул еврею в Палестину, мы не ждем и не желаем, и не признаем никакого другого отечества, кроме того, которому мы принадлежим по рождению и по гражданству. То есть, видите, как интересно, что идея сионизма, идея возвращения на родину, на историческую родину и на Божье место призвания Израиля, они отвергали. И только уже потом, последующий, после образования государства Израиля, реформированный иудаизм признал такие, что возможно. Возможно быть за государство Израиля. Но они тогда в другую крайность сдавались. Мы евреи немецкого происхождения, да, или немцы еврейского происхождения, да, и мы немцы, и мы принадлежим Германии, и все. И такие евреи воевали на стороне Германии, как мы видим, в Первую и во Вторую мировую войну, да, и Гитлер продолжал преследовать, они кричали, мы не евреи, мы немцы еврейского происхождения. Ну, видите, после того, что Гитлер сделал в Германии, конечно, это их идея, к сожалению, оказалась несостоятельной. Все равно евреи остаются евреями. И вы помните, что во второй половине 19 века начинается массовая эмиграция. Массовая эмиграция в Америку. И первыми евреями, которые массово туда поехали, оказались именно реформированные евреи. Видите, 1848 год, если вы вспомните, это был год революции. По всей Европе прокатились революции. В Венгрии, Германии, тогда уже и Карл Баркс выдвинулись, и Христ Рихельс, во Франции революция. А Австрия и Россия были душителями революции. Помните, после этого Россию как стали называть? Мировым жандармом, да? И куда после этого евреи начали ехать? В Соединенные Штаты Америки. Поэтому, когда уже приехала масса ортодоксальных евреев уже к концу 19 века, все богатые места уже были заняты реформированными евреями. И реформированные евреи в Соединенных Штатах оказались наиболее сильной и наиболее многочисленной частью еврейского населения. И до сих пор, как мы видим, они остаются там. И в 1885 году в городе Питтсбурге была собрана конференция для того, чтобы объединить всех реформированных евреев Соединенных Штатов Америки и выработать соответствующие стратегии как в доктринальном, так и в политическом положении. Главным принципом было признано библейское положение любви ближнего, как самого себя. Итак, конференция 1885 год в Питтсбурге, не Петербурге, а Питтсбурге, в Соединенных Штатах. Ритуалы соблюдения субботы, пищевые запреты были отменены, несмотря на массовую эмиграцию Соединенных Штатов из Восточной Европы, бюлеверство ортодостального иудаизма, реформаторский иудаизм, и до сих пор является наиболее высокой, наиболее обширной группой из американского иудаизма. И вначале было умеренное реформирование движения, затем прогрессивный иудаизм. Прогрессивный иудаизм, значит, Хар-Эльф. В 1958 и в других общинах 1960 года они образовали общины в Израиле. В 1965 году на съезде неортодоксальных общин Израиля было решено создать движение, входящее в состав Всемирного Совета прогрессивного иудаизма. В 1988 году в Израиле это движение насчитывало 18 общин и два кибуца, Яэль и Латан, а также холуцинское поселение в Галилее. И молодежное движение, которое стало называться Тавцафей Телем. Чертой, отличающей прогрессивный иудаизм от других течений еврейской религии, является, что, включая свое мировоззрение в заповеди, основной акцент делается не на заповедях по отношению человека к Богу, а по отношению человека к человеку. То есть, на этике. Всякие мистические и другие вещи, они считаются второстепенными, и даже во многих молитвах прогрессивного иудаизма даже нет обращения к Богу. А так, да. Да, мы просим, чтобы мы были едины семьей, добра, любви, справедливости. Мы хотим быть такими и такими, а даже нет обращения. Господь. Понимаете, у них такого обращения нет. То есть, это сугубо, можно сказать, мирское такое течение, но которое называет себя иудаизмом. Оно хорошее, но не более того, да. Некоторые члены соблюдают предписание кашрута и ритуала, другие считают устаревшую. В данном случае идет полная свобода. Одни соблюдают субботний покой по галахе, другие так, как хотят. То есть, в принципе, их такое. Каждый делал то, что ему считалось оправданным. Да, есть среди них равены, и есть группа прогрессивного иудаизма в Одессе. Где-то они на улице Ленина, но где точно я так не узнал. А где-то я их не увидел, адреса там не указана. У них тоже сейчас женщина равена. Здесь. Да, была группа реформированных иудаизм в Казахстане. У них тоже была женщина равен. Но по многочисленным просьбам трудящихся, заменили на мужчину. Заменили на мужчину. Ну, потому что в Казахстане как-то это, видимо, меньше проходит. Но средним течением консервативный иудаизм. Он также возник примерно в то же время, что и реформированный. Мы говорили, это в середине 19 века в Европе, тоже в Германии и в Соединенных Штатах Америки. В Соединенных Штатах Америки основоположниками в Европе Франкель и Грец. Которые говорили о том, что нужно все-таки продолжать соблюдать те традиции, которые мы можем соблюдать, да? Несмотря на то, что мы более реформированы. Ну, вот, если положение о субботе, допустим, консервативного и реформированного, да, иудаизма, и ортодоксального. Ортодоксальный иудей, я, правда, видел, одного хасида, он постоянно ходит пешком, где-то километр три, он должен пройти только субботний путь, да? И вот надо идти в синагогу, либо оставаться дома. Что делать, если ты живешь дальше километром? Значит, ортодоксальный, он пойдет и пойдет пешком, но будет тоже неуверен, но в машине он не поедет, потому что в субботу нельзя ехать на машине, да? Вы сами понимаете. Значит, реформированный иудей сядет себе, машину заведет, и проблем у него не будет. А, да, а консервативный иудей, он приедет в синагогу, но у него будет какая-то такая внутренняя неуверенность, нарушил он или не нарушил ту заповедь, знаете, типа, не знай-ка, а я не знаю, тону я или не тону, да? Вот так и это. Или еще другими словами, вот так, образно. Значит, раби, придите и прочтите Браху на Мерседес. Ортодоксальный иудей сразу зорет. Ты что, я Талмуд изучаю 20 лет, никакой Брахи на Мерседес не существует. Ну, консервативный придет и прочтет какую-нибудь Браху от себя, ну, и скажет, что все это... А, ортодоксальный консервативный прочтет Браху, а ортодоксальный иудей спросит, а что такое Мерседес? Да, а реформированный Иудей спросит, а что такое Браха? Проблем нет, но что такое Браха? То есть, вот так, если эти взгляды иудаизма соединить между собой. То есть, они сохраняют видимость какой-то службы, но делают это так, средне. Делают это средне, что-то отсюда, что-то оттуда. Вот. И есть консервативный иудаизм из группы умеренных реформистов. То есть, они между реформизмом и так далее, и консервативный иудаизм. То есть, тоже есть много разных групп. И подобно реформистам они отрицают воскресение мертвых и не верят в бессмертие души. Вот. А в рамках консервативного иудаизма еще возникла группа конструктивизма. Они говорят, иудаизм для еврейского народа, а не еврейский народ для иудаизма. И религия вообще рассматривается как часть культуры. То есть, мы видим, есть очень много самых разных рук. От тех людей, которые вообще отрицают Бога, ну, так говорят, что есть какая-то сила, и отрицают бессмертие души, до тех людей, которые более стремятся проповедовать именно ортодоксальное. Ну, в течение еще ортодоксальном иудаизме, оно в какой-то мере, с одной стороны, на более является обновленческим, как попыткой обновить ортодоксальный иудаизм, с другой стороны, оно как бы направлено против реформированного иудаизма и направлено против консервативного иудаизма. Это мусар. 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 Да. Мусар – это не мусор. Само слово мусор произошло от слова мусар, да? Доносчик. Поэтому мусорами стали называть пособниками милиции или полиции. А мусар – от слова традиция. Традиция, да? Мусар – традиция или мораль. Основатель этого движения – Раби Салантер. Раби Салантер. Он жил в Вильно с 1810 по 1883 год. И он поставил основу, что? Этические. Этические положения. Ну, не спорте. Говорит, есть разные положения насчет иудаизма, насчет Бога, но этику еврейскую никто не отменял, да? И надо заниматься исследованием нашего богатого еврейского наследования. Значит, он ставит цели совершенствования нравственного образа верующего с помощью самовоспитания посредством постоянного чления религиозно-нравственной литературы, созерцания, размышления и выполнения заповедь. 20-й век. Сколько у меня там времени? 10 минут. 20-й век. Появляется новое течение. Новое течение в христианстве. Это называется реиудаизация христианства. Один из основоположников этого движения реиудаизации христианства. Ну, в чем смысл? Христианство нуждается в восстановлении своих реврейских корней. Согласны с этим? Это не... Вы сейчас говорили о движениях иудаизма, да? Сейчас мы говорим о движениях, что? Реиудаизации христианства. То есть, это христианское движение. Христианское движение. Вот таким идейным основоположником был Дитрих Бонхофер. Дитрих Бонхофер, которого, ну, как сказать, прообраз, можно сказать, пастор шлах. Слышали? Да. Дитрих Бонхофер, он тоже имел еврейские корни, но он был из либерального такого течения христианства. Из либерального течения христианства. Дело в том, что, когда Гитлер пришел к власти, христианство, в основном, разделилось на три части. Одни признали Гитлера, так? Гитлер объявил себя мессией, поставили Гитлера изображение в этих вот церквях, да, чуть не сказал, в седогогах, в седогогах не ставили, а в церквях ставили свастику, немецкий флаг, пели Гитлеру гимны на немецком языке, и проблем у них не было, да? Вот. Другие активно стали выступать против Гитлера, и что их убрали к ногтю. Третьи, либеральные, они себе жили, так и всяк. Знаете, один из таких вот либеральных деятелей говорил, что вначале Гитлер преследовал евреев. Ну, я не протестовал, потому что я не еврей, да? Гитлер преследовал коммунистов. Я не протестовал, потому что я не коммунист. Потом Гитлер начал преследовать радикальных верующих. Я не протестовал, потому что я не радикальный верующий, да, Гитлер преследовал гомосексуалистов, я не протестовал, потому что я не гомосексуалист, а потом пришли за мной, понимаете, а потом пришли за мной, и Дитрих Бонхофер, он не протестовал против Гитлера, но у него были определенные тезисы, разработки, он сидел где-то в районе Альп, он был пацифистом, его пацифистские знали тоже взгляды, да, и сближался он с теми ребятами, которые в 44-м году подготовили заговор против Гитлера, помните, Канарис, еще другие друзья, друзья, и Гитлер арестовал многих из этой группы, и Дитрих Бонхофер тоже подзалетел вместе с ним. И когда Дитрих Бонхофер, еще есть вариант произношения, может, там вам дам о нем более подробно, сейчас я уже просто не хочу все доставать, значит, только сидел в концлагере, он 4 выдвинул тезиса, и, пожалуйста, это запишите. Четыре тезиса реудизации христианства. Он сказал, что реудизация христианства связана с четырьмя основными задачами, и он об этом говорил пророчески, и это все действительно сбылось. Реудизации христианства. Ре – это, значит, восстановление, как ремонт, да. Дитрих Бонхофер или Бонхофер, или Борнхофер, есть разные варианты произношения, да. Да, это все один и тот же человек. Первое. Пересмотрение таких понятий, как человек, его естество, его возможности и способности. То есть, восстановление иудейского понимания человека. Человека. Помните, в средстве гностицизма, аскетизма и различных других всяких течений изменилось понятие человека. Например, да, иудейского понимания человека. Видите, иудаизм что учит? Человек рождается грешником или праведником? Да, но у него есть грешное начало, и церковь Ра, да. Да, он может грешить, может не грешить. Он имеет свободный выбор. А классическое христианство приняло такую идею, что человек рождается грешником, и он уже срочно покрестит, да, чтобы он стал праведником. Ну, или другие идеи. Значит, раз человек грешник, раз тело отвратительно, значит, всякие сексуальные отношения, они отвратительны. Брак, он, если называется браком, а не супружескими отношениями, и так далее, да. Женщина, это есть корень всех зол, вестилище пороков и прочее, прочее. Ну, вы понимаете, что так плохо говорили про женщину, те монахи, которые самые, скорее всего, были гомосексуалистами. Да, согласитесь. Вы знаете, что очень много даже епископов Ватикана были гомосексуалистами. Так что, кто, о ком бы писал, правда? Вот они так и писали о женщинах соответствующих. И надо восстановить, все это восстановить, что было утеряно. Итак, первое восстановление, да, иудейского понимания о человеке. Да. Второе. Будущее церкви покажет, что мы должны уменьшить важность самой теологии. Да, уменьшить важность самой теологии. Видите, как получилось, что теология заняла место Бога. Если ты хоть чуть-чуть не веришь так, как я, тебе анафиба. Вот только наша группа спасется, да? Скажите, где-то в Библии написано, что спасается теологии? Нет. Само слово, теологии в Библии не существует. И как-то теологии в Библии нет. Теология – это и есть результат анализа нашей Библии. Я не говорю, что она не важна. Она важна, но она не настолько важна, чтобы затмевать все остальное, да? И я говорю, что из-за теологических разногласий возникли многочисленные течения, и люди буквально истребляли друг друга, да? Христиане успевали христиан и считали, что делают угодное Богу. Но в отношении про евреев там я и не говорю. Они буквально все против евреев были. Это нормально? Нет. Значит, теология должна уменьшаться. А личные отношения с Богом должны увеличиваться и расти. Итак, второе – уменьшение теологии. Теология разделяет, правда? Я не говорю, что теология совсем не нужна. Пожалуйста, за здоровье. Комментируйте, размышляйте. Это нужно, полезно, важно. Но нельзя говорить, что если человек чуть-чуть думает по-другому, чем вы, да? То, значит, его нужно предавать анафию. Ну, некоторые, ну, допустим, после этих пятидесятники до сих пор говорят, что я лью воду на мелицу врага. Вот уже вторую неделю я лью воду на мелицу врага. Они крайне отрицательно восприняли эту мою идею, когда я им показывал, что нету слова, время, да? Я сам так учил, что до времени полноты язычника, это значит, мол, все язычники спасутся, да? Ну, если все язычники спасутся, а потом спасутся евреи, то нам нечего здесь делать. Мы же видим, что еще не все язычники спасутся, да? Вот когда все язычники спасутся, вот тогда откроем еврейский медицизанский институт и начнем спасать евреев, да? Ну, это абсурд. Вот это все теология, видите? Искаженное понимание. Итак, уменьшить важность самой теологии. Третье. Развивать нестандартное христианство, которое показало бы значение Христа сегодня и его отношение к нашему миру. И действительно, после Второй мировой войны развивается мощное харизматическое движение, да? Мощное харизматическое движение. Мы тоже не являемся стандартным христианством. Мессианские евреи, да? Мы нестандартное христианство и мы нестандартный иудаизм. То есть, это третье положение. Да? Восстановление еврейского понимания. Истинное христианство, да? Повышенский характер, причем, этичный, такой, как этика иудаизма, да? Этика иудаизма замечательна. Она великолепно разработана во всех направлениях. И если бы люди жили... Но, к сожалению, ни иудеи, ни христиане не живут по этой этике, да? Много об этом говорят, но мало делают. Возникает, видите, очень мало этических проблем. У мусульман нет этических проблем. Правда? У мусульман нет этических проблем. Убиваешь всех неверных и попадешь в рай. У евреев и у христиан постоянно возникают этические проблемы. Потому что принцип возлюби. Легко ли соблюдать этот принцип? Очень трудно. Правда? Ненавидеть это очень легко. А возлюби, да? Очень сложно. Поэтому принцип этический. Восстановление этики в христианстве, такой, как этика иудаизма. Хорошо. Итак, первое – человек. Второе – уменьшение теологии. Третье – нестандартное христианство. И четвертое – восстановление еврейской этики, да? В христианстве. Видите, когда говорится, что корень один, а было две ветви, да? Одна отломилась. Но вторая ветвь, она же тоже искривилась. И сейчас эту ветвь что? Выпрямить. Если мы эту ветвь выпрямим, то опять будет один в Иисусе, человек из двух, одно, да? Я говорю, что мы сейчас, мессианские евреи, тоже временное явление. Мессианский иудаизм – это не динаминация на века, на все народы. Это временное. Это временное. Пока не будет установлено полное единство церкви. Как оно произойдет, я не знаю. Но это не будет политическое единство. Это не будет там единство под Папу Римского или под Московским Патриархатом, вы понимаете, да? Это не будет единство всех, что все одинаково будут петь, одинаково одеваться и так далее, да? Это единство стремления друг к другу в любви. Можно быть однообразными, да? Можно быть едиными. И вот такое единство будет восстановлено. Мы тоже временное, временное. Мы как бы буфер сейчас, да? Поэтому нас и христиане некоторые не помнимают, и мало кто понимает из евреев, правда? Но придет время, и создаст действительно единство. И вот тогда, да, за полу каждого еврея хватится 10 евреев. Вот поэтому в мессианских еврейских общинах на одного еврея 10 евреев уже и приходится. Будет какое-то новое, особое движение в последнее время.